Пятиэтажный дом по улице Шевченко 60. Ему уже более 36 лет. Как рассказывают жители, за годы его существования здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Проблем в нем не сосчитать. Первое, что волнует акирманцев, это состояние крыши. В прошлом году ее часть отремонтировали. Но, как рассказывает Валентина Нечитала, сделали некачественно. Вот они сделали в шестом подъезде, в шестом и пятом подъезде сделали ремонт. Плюс, мало того, что они сделали ремонт, они потребовали деньги. Люди уплатили около трех тысяч денег. Хотя наш дом, он относится к городу, он государственный дом. Мы не СМД, и поэтому люди не должны платить были деньги. Мы платим квартплату. Ну, как говорится, повыбивали. Еще нету года, был ливень и снова затопило. Все три подъезда затопило до третьего этажа. Недавно прошедшие дожди нанесли существенный ущерб дому, рассказывает Валентина Дмитриевна. Кроме этого, по словам женщины, строение стоит на катакомбах, поэтому в любой момент может уйти под землю. Грунт постепенно оседает, а в подвалах образовываются трещины и даже дыры. Неоднократно жильцы дома били тревогу по этому поводу. Однако проблему никто не решает. И сколько мы писали, сколько мы говорили, хотя бы, чтобы заделали это. Пока сами жильцы не сделали, не заделали это расстояние. Никому это не надо. У нас трубы. Вот мы дальше пойдем посмотреть. Вот здесь мы постоянно закапываем, потому что земля уходит вниз. Идет водопровод у нас по этой земле. За 36 лет, вы сами понимаете, что трубы. Трубы вообще-то 10 лет. Потом идет усталость с трубой и трубы надо менять. Труб практически нет. Из-за аварийного состояния труб вода чечет под землю. Это еще одна проблема для беспокойства. Стоит отметить и состояние козырька. Жильцы боятся, что в любой момент он обрушится им на голову. Но это далеко не все проблемы. Должно быть 5 метров, а там всего 3 метра. Так еще по закрывали, туда вообще попасть нет. И если что-то случится, вот тогда у нас женщина выпала с балкона, с пятого этажа. Попасть туда невозможно. Это надо искать, где там ключи, что, чего. У нас вот недавно человек, там подвал у нее, да, и она лезла через балкон. Ее сын через балкон лез в тот двор для того, чтобы попасть к себе в подвал. Валентина Дмитриевна, являясь членом общественного совета, неоднократно писала жалобы и письма с просьбами принять меры. Однако, как рассказывает женщина, все только обещают. Кроме этого, керманцы уже согласны перейти из ЖЭО в УСМД. Но на это разрешение не дают и причин не объясняют. Будем надеяться, что крика помощи жильцов 60-го дома по улице Шевченко будет непросто услышан. И вскоре все недочеты устранят.